МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер. Здравствуйте. В эфире программа «Контакт». Только что вы смогли видеть в записи передачи из Израиля. А вот сейчас у нас прямой контакт, контакт между RTN, WMNB и вами, нашими уважаемыми телезрителями. У нас сегодня интересные гости. Я думаю, что у нас будет с вами сегодня и интересный разговор. Как вы уже обратили внимание, в своих передачах я стараюсь пригласить людей и говорить с теми людьми, которые имеют свое какое-то мнение, свое видение отношений между поколениями, между старшими и младшими, между детьми, родителями, между внуками и дедушками, бабушками. Буквально через 5 минут. Через 5 минут мы включим микрофоны, и вы сможете нам позвонить. Мы покажем вам телефоны, попросим Наташу. Я думаю, у нас будет действительно настоящий такой разговор вместе. Мы как будто вместе будем все с вами в студии. А пока я представлю с удовольствием тех людей, которых я сегодня пригласил. И этим есть своя логика. Прежде всего, у нас в гостях Яков Шепетинский. Яков, ничего, если я буду говорить не Яков Исакович, а просто Яков Шепетинский. Как это? Отлично. Не, ну вы так давно живете на Западе, что... Я уже забыл, когда мне называли Исакович. Павел Исакович, прекрасно. И наш юный гость, наш молодой гость, это Дэвид Барановский. Доброе утро. Здравствуй, Дэвид. Дэвид ученик 11 класса. И поэтому у нас с вами будет возможность, как бы за этим столом сидят люди трех поколений. Сидит молодой человек, которому... Сколько тебе лет? 16. 16 лет тебе? 16 лет. Яков, ничего, если я вас спрошу, сколько вам лет? Допустим. Я не возражаю. Сколько вам лет? Ну, 84. 84 года. Прекрасно. И я между Дэвидом и Яковом где-то там посередине. Так что у нас как раз получается разговор трех поколений. И я надеюсь, что у нас будут люди, которые будут звонить и разных тоже поколений, и разные тоже вопросы. Дело в том, что Яков живет в Израиле. Он гражданин Израиля. Это было написано, когда мы представляли его. Вы видели Яков Шепетинский, гражданин Израиля. 35 лет вы живете, даже больше. 66-го года. 66-го года Яков живет в Израиле. И у этого человека очень интересная и большая такая насыщенная судьба. Он воевал, он был в гетто, он прошел партизанские отряды, он был солдатом. И он сидел 10 лет, он отсидел в сталинских лагерях после окончания войны. Это тоже часть его биографии. Затем Яков репатриировался или как эмигрировал в Израиль и служил и работал в Израиле. Яков, скажите, пожалуйста, вот когда вы приехали в Израиль, вы почувствовали, что вы свободный человек. И вот сегодня, 35, 30 даже больше лет спустя, после того, как вы приехали в Израиль. У вас есть ощущение, что вы приехали в Израиль, как бы, что это действительно был самый правильный шаг в вашей жизни? Мой приезд в Израиль был мечтой моей жизни, когда я уже стал юношей. И я считаю, что это был самый правильный шаг в моей жизни. Но поздно. Поздно это не зависело от меня. Это были обстоятельства такие, что я не только что поздно приехал в Израиль, я поздно стал отцом. Я поздно женился, я поздно завел семью. Потому что вы прошли через все эти годы войны, годы... Скажите, я знаю, что у вас все, так сказать, трагически складывалось в юношеские годы. Сколько было вам лет, когда пришли немцы? Когда пришли немцы, мне было 21. В 41-м году. А, ну, в общем-то, вы уже были взрослые, молодой человек, вы понимали. Да, конечно. И вы считали, что немцы это культурный народ, который, так сказать, вам может сделать только приятное? Вы знаете, что до прихода немцев мы слышали обещания Гитлера, Геббельса. Не только мы слышали, мы читали ее книги. Я лично читал Майнканф. Что, так было интересно? Вы специально купили ее? Нет, я не купил. Вы знаете, вот мой отец работал в немецкой фирме. Мы жили в Западной Беларуси. До 39-го года я был гражданином Польши. И он служил в немецкой фирме по заготовку. Они покупали лес у нас. Но в 39-м году весной приехал его босс, начальник. И сказал, с большим сожалению, он должен его уволить. По закону. В 39-м году? В 39-м году уже. В 39-м году он должен был его уволить. Но как-то его удержал. И когда перед тем, как он ушел из нашего дома, он отцу сказал, он ему передал пакет, подарочек. И сказал ему, господин Шепетинский, внимательно прочь это. Как будто дал ему намек. И это была книга Майнканф? И это, я не знаю, что было. Она была запакована в бумажку. Ну, понятно. Конечно, отец поборолел и положил в книжный шкаф. И ушли оба вдвоем. Я так глазом смотрел. И вот, ну, что вы на моем месте сделали? Ушли они. Читать? Читать. Сразу взял книгу читать. И знаете, книгу как будто проглотил. И вот интересно. Такая интересная была книга? В ней книга. Вот я лично не читал. Одну минутку. Дэвид, скажи, пожалуйста, ты слышал такую книгу Майнканф Гитлера? Да, слышал. Что ты о ней знаешь? Ну, это Гитлер написал эту книгу, когда был в тюрьме. Когда посадили его в тюрьме, он написал, это значит, my struggle, по-английски. Ну, я не знаю. Ничего, понятно. Окей. Он написал все его главные идеи, как он видит жизнь, как должна быть построена жизнь. Как superior race. Как там расовые вопросы и так далее. Откуда ты знаешь об этом? Ты читал это сам? Ты об этом слышал в школе. Откуда ты знаешь о том, что вот такая книга есть и вообще что в этой книге? Ну, я сам не читал, но я читал в текстбуке, что там написано была эта книжка, что про что она была написана. И это в школе, да? Это ты приходил в школе. Понятно. Яков, так вот, вы прочитали эту книгу. Прочитал книгу и, вы знаете, добавочно 30 марта в этом же году была речь Гитлера по радио, я ее тоже слышал, что он обещал слова, сказанные прямо в глаза всему миру. Если начнется война, весь еврейский, нация весь будет уничтожена. Обещал. И вот эта книга, ее слова, нас вначале волновает. Мне было 19 лет уже. И такое положение советоваться не с кем. Дома заняты все, отец на работу. То есть проблема, что с детьми, с взрослыми поговорить, она была и тогда, и в 30-е, и в 40-е годы. И тогда, нет, нет, мать. Всегда получалось, что молодой человек немножко как бы в стороне и не с кем поговорить. Точно. Ну, знаете, у нас был один учитель, которым его любили. Всякие учителя есть, но есть такие, которые ты любишь. Которые уважаешь и веришь. Так мы вот еще, мои товарищи, несколько человек, постановили обратиться к нему. Вот посоветовался человек с опытом. Ему тогда было 40 лет. И вот мы тогда пришли к нему, сказали, слушай, мы хотим с тобой посоветоваться. Он говорит, в чем дело? Так зачем? Говорит, в чем дело? Вытащил эту белую книгу. Эту книгу. Он посмотрел на книгу, обалдел. Вы знаете, не знал, что сказать. Какой-то вопрос, откуда у вас эта книга? А потом понял, что вопрос-то глупый. И сказал, ребята, я все знаю, что там написано. Я понимаю ваши вопросы. И что он посоветовал вам? Приди ко мне в понедельник, через 2-3 дня придешь. Я не помню, где это было. И мы поговорим, я вам все объяснил. Мы счастливы. И он объяснил? Вы знаете, мы ждали часа. И что он вам объяснил? Он объяснил, что вся эта чепуха. Нонсенс. Бульшит. Секундочку. Это был учитель в вашей школе? Учитель лагировый человек с опытом. С большим опытом. Он, может быть, хотел как бы продолжить линию, которую в это время, может быть, партия коммунистическая или что-то предлагали? Нет, какая партия. Или это был его опыт? Нет, опыт он начал нам, понимаете, он доказывать, что это, что написано, не может быть. Не может быть. И он начал доказывать. Степ по степу, как говорится. Раздел за разделом. И он говорит, слушайте меня, я понимаю ваши вопросы. Оставьте, слушайте. Что он хочет сделать? Он хочет уничтожить еврейский народ? Возможно. Мы разбросаны по всему миру. По всем странам. Это невозможно. Это невозможно. Надо начать войну. Надо от этой страны проработить. Как он, у него сила есть такая. Что за глупости? И смотрит на нас так. Ну, бывает. А мы сидим. Как будто. Нормально. А потом говорит, а может, я ошибаюсь. То есть у него были какие-то сомнения? Это маленькие сомнения. Сомнения за сомнением. Но он вас убедил? Да. В чем? В чем? Что это все ерунда. Что не может быть. Погром здесь, погром тут. Это да. Это было. Это может быть. Но уничтожить всех невраний. Одну минутку. Дэвид. Скажи, пожалуйста. Вот сейчас ты читаешь много, слышишь много об Ираке. Идет война об Ираке. Ты молодой человек. Тебя впереди может быть и ждет и армия, и все что угодно. Как ты считаешь, эту войну начал Буш правильно или нет? Можно было верить Саддаму? Можно или верить надо Бушу, который все-таки посчитал, что необходимо уничтожить Саддама? Ведь какая-то, видите, параллель мы где-то наблюдаем. Что вот есть перед началом войны с Гитлером не все верили, не все вообще осознавали ту опасность, которая существовала. И очень многое сегодня тоже есть похожего. Люди тоже не всегда все верят и отдают отчет, что было с Саддамом, с Ираком. Ты человек, которому предстоит служить в армии, в американской армии. Пройдет время, ты можешь выбрать какой-то путь, может быть, связанный с армией, может быть, придется где-то быть. Вот как ты считаешь, это надо было начинать эту войну или нет? Это лично твое мнение. Я считаю, что надо было начинать. Это очень важно, что когда кто-то возьмет, надо обратно его. То есть ты считаешь, что Саддам Кутсейм был агрессор, которого надо было уничтожить? Он был опасен? Да. А то, что сейчас погибают солдаты, погибло 800 человек, 900 солдатов погибло. Разве это не трагедия? Трагедия, но это, как говорят, spoil the war. Это часть войны, от чего невозможно. Окей, продолжаем, Яков. Итак, вы не ожидали. В конечном итоге он вас убедил, что это невозможно. Невозможно. Когда началась война... Он не убедил, доказал, доказал, что это практически невозможно. Я даже убедил. Но ваши все убеждения мгновенно пропали, когда в ваш город, или где вы находились, пришли немцы? Нет, не мгновенно пропали. Не мгновенно. Сначала, знаете, дома тоже дедушки, бабушки, родители говорили. 20 лет тому назад немцы были здесь. Первая мировая война. Вели себя, ничего. Работали, платили за работу. Мы их дома пригласили, были беседы. Ну, есть сумасшедшие немцы, есть, но не все же такие. Вы понимаете? Они тоже не верили. Они тоже думали, что немцы такой народ культурный. Гетти, Шиллер, музыканты. Бах! Что это такое? Все сумасшедшие. Я понимаю. Вы понимаете? Ну, не может же быть весь народ... Понятно. Окей. Пришли немцы. Пришли немцы. И вы начали убеждаться, что это не так буквально за несколько лет? Нет. Сначала, когда пришли немцы, у нас было бояно, что они только... Мужчины. Вот мы вот, когда приближаемся... Наш дом жил, был как будто за городом, на крайне. Вот, слушай, приближаются немцы. Мы там в кусты куда-нибудь, в уборную прячемся. А знаете, кто впервые выходил на улицу? Молодые женщины с детьми. Они думали, что их не было. Они думали, что дети. А когда произошло тот момент, когда вы увидели, что немцы, так сказать, пришли с желанием уничтожить евреев? Ну, сразу пошли на эти мероприятия. Месяц. Бах Залевский прошел своим полицейским полком. 1300 евреев. Мужчин убил. Понятно. Скажите, пожалуйста... Пострелял. Там было... Вы попали в гетто? Попал в гетто. Вместе со всей семьей? Вместе в августе... У вас была большая семья? Вся... Гетто было для всех евреев, не только для моей семьи. Понятно. В этом... В каком месте вы жили? В Слоньем. В город Слоньем. В августе месяце, понимаете. Вдруг... Объявление. Значит... Вы знаете, объявление. У нас были приказы. Гибицкая, там... Югенрад развешивал приказы. Я уже не ходил, мне уже не надоело бегать, читать. И вдруг я вижу, толпа бежит, читает. Этот приказ большой был, один приказ, на весь стенд. И не возвращается домой. Что-то мне с собой балакает. И она думает, это важно, да? Я был... Жарко было, жарко. Жутко я. Без рубашки, в штанишках. Выскочил на улице. И моя мама видела, что я выскочил на улицу без рубашки. Говорит, я же вернись! И поняли, почему. Я был без рубашки. Вы должны были выглядеть культурно? Нет. А что? На рубашке была желтая звезда. А-а-а-а. А кто ходит без желтой... Без желтой звезды, без желтой звезды... То есть к этому моменту... Уже подлежит рассторону, у него вся семья. На тебя выскочил без рубашки. И без желтой звезды мне могут поймать и наказать. Я вернулся быстро домой, никто не заметил, ловил рубашку и пошел читать. Читаю, читаю, читаю. С ума с этим можно. Мы знали, понимаете, мы знали. Это раз... Мы знали. Яков. Нам вот без желтой звезды... Яков, одну минуту. Да. Если мы будем так эмоционально разговаривать, то нас просто не поймут телезрители. Поймут еще раз. Нет, поэтому я прошу вас, давайте... Я не хочу, чтобы вы переживали, я хочу, чтобы вы были спокойны. Давайте мы пройдем какой-то этап. И я помню о том, что вы рассказывали о том, что вы были в партизанском отряде. В партизанском отряде вы потеряли всю свою семью, остались только вы. И чудом вам удалось выжить. То есть вы, когда пришла Красная Армия, вы стали солдатом Красной Армии и дошли... До Берлина. До Берлина. До Берлина, на Европе. И после того, как окончилась практически война, вы были переводчиком, вы прекрасно знали немецкий язык. Я правильно говорю? Да. Это то, что вы мне рассказывали в дороге и вообще. Точно. Вы помогали нашим секретным частям или как там НКВД. Я работу переводчику помогал. Но в конечном итоге вы оказались в сталинском лагере. 10 лет это был срок. За попытку к измене народа. Попытку к измене народа. И 50 лет. Скажите, Яков, сколько у вас детей? Двое детей у нас с Людмилой, с моей супругой и сын и дочь. И сколько внуков? Пять внуков и одна внучка. Пять внуков и одна внучка. Дети ваши интересовались вообще тем, чтобы рассказывать? Вот вы сейчас так эмоционально и очень интересно рассказываете. Я просто немножко испугался, чтобы нашему зрителю не запугать. Вы мне не дали объяснить моё понимание, почему это. Я понимаю. Я скажу одним словом, потому что мы знали об этом до этого. Нам предупреждали, вот беженки приезжали. Хорошо, Яков, одну минутку. Да. А вот то, что вы сейчас рассказываете, то, что вы сейчас эмоционально так говорите. Скажите, ваши дети слушали вас? Нет. Не слушали? Не слушали. Нет, только не слушали, не хотели слушать. И что же делать в такой ситуации? И что делать? Молчишь? Минуту. Дэвид, у меня к тебе вопрос. У тебя есть бабушки, дедушки? Есть. Как часто ты садишься с ними и слушаешь их? И что они тебе рассказывают? Или это интересно, или нет? Ну, я не часто с ним говорю на этой теме. А вообще, ты приходишь домой, что ты советуешься с бабушкой, с дедушкой? Или больше ты советуешься с мамой? С кем у тебя больше контакта? С кем ты советуешься? Или с ребятами, с друзьями? С друзьями. С кем посоветоваться? В основном с друзьями и с родителями. А с бабушкой, дедушкой не очень. Давайте мы сейчас, я понимаю, что сейчас у нас начинаются звонки. Первый, Наташа, будьте добры, покажите номер телефона, который у нас в студии, чтобы все могли позвонить. Я знаю, что многие очень люди имеют наши телефоны и с удовольствием звонят. Поэтому сейчас мы с вами приглашаем в студию первого звонящего человека. И покажите, пожалуйста, телефоны. Да. Алло, кто у нас на линии? Нет связи, плохо. Пожалуйста, покажите номера телефонов. Итак, Дэвид, скажи, пожалуйста, когда тебе хочется посоветоваться? Вот видишь, Яков рассказывает о том, что времени не было, он пошел к учителю. Слава Богу, есть учителя. Первое, есть такие учителя у тебя в школе? Нет. Я учусь в Ящеве, так и такие учителя нет. К которому ты бы пришел, сказал, что вот такую ты прочитал книгу. Она тебя удивляет, поражает. Вот что ты думаешь? Такого учителя нет у тебя? Ну, есть некоторые, но я просто такой учителя не так... Нет такого контакта? Не так близко? Хорошо, ты приходишь домой. Ты говорил, что бабушка живет практически вместе с вами. Да. Как часто ты вообще разговариваешь с бабушкой? Как часто ты рассказываешь, спрашиваешь ее что-то? Ты знаешь историю, как она пережила войну? Где она была в войну? Что было? Ты знаешь ее историю жизни? Да. Она тебе рассказывала сама, ты ее спрашивал? Спрашивала, она мне говорила, но это ничего так интересного мне говорила. Не очень интересно? Одну минуту. Значит, сейчас мы возьмем звонок. Наконец дозвонился Григорий из Миннесотты. Здравствуйте, Григорий. Вы с нами в студии. Добрый день. Да-да, пожалуйста, чуть-чуть погромче, и вы будете прекрасно слышать. Алло. Да-да, вы в студии, пожалуйста. Добрый день. Борис, это звонок к вам. Понимаете, я звоню, я лично знаю Юра Штерн, и мне для меня очень важно поговорить. Я прошу прощения, но я практически очень плохо слышу вас, Григорий. Или повторите, чтобы было слышно, или, может быть, еще раз наберите наш номер. Нет, подождите. Это, по-видимому, связано с передачей, которая об Израиле. Об этом мы будем говорить в другой раз. Сейчас большое спасибо, Григорий. Мы продолжаем разговор в студии и приглашаем говорить именно на ту тему, которую мы сегодня затронули. Дэвид, ты знаешь о истории бабушки. Вот скажи, расскажи, что было с ней в войну. Ну, война ее вообще-то не очень касалась. Мы жили в Баку. Она родилась в Баку. После Первой мировой войны ее мама и папа, они приехали в Баку. Это не очень ее касалось. Но она все равно трудно была. Там все голодали. Понятно. Тоже трудно было, но не так же трудно, как было в Украине и в других странах, где это больше было. Хорошо. У нас еще есть один звонок. Израиль, Лос-Анджелес очень далеко. Поэтому мы постараемся, так сказать, не заставлять вас долго ждать. Израиль, слушаем вас. Чуть погромче, пожалуйста. Значит, Израиль, мы вас практически не слышим. Единственный выход, если вы выключите сейчас телевизор. Если вам удастся этот звук убрать телевизор, то... Убрали? Израиль? Нет, пока нет связи. Хорошо, мы продолжаем. Яков, мы возвращаемся к вам. Итак, дети вас, так сказать, не особенно слушают, или у них нет времени, или они заняты другими делами, или ваша история их пока не впечатляет. И что же делать? Вы что-то сделали? Так вот, делать практически нечего. И все? Они до сих пор так не знают еще? Ну, они знают сейчас. Сейчас они знают. А что вы сделали? Вот, вы знаете, пока я работал, я мало что сделал. А когда исполнилось 65, пошел на пенсию. Времени много. Я, значит, утром встаю, вместо на работу я дома. Кучусь между ногами у жены. Она говорит, ты что тут делаешь так? Я говорю, так вот туда-сюда, собаки гулять. Сколько можно собаки гулять? Так она, знаешь что? Она меня заставляет. Жена ваша? Жена. Сейчас они не спрашиваются. Вот мы скоро пойдем, мы же здесь гости на этой земле, да? Они будут проклинать себя, что они спрашивали. Сиди, пиши. Садись и пиши. Садись и пиши. То есть она стала вашим литературным агентом. Не только агентом, она меня заставляла силы. Каждый вечер. Ну, что ты написал, давай, давай, почитаем. Да. И не только потом. Потом мы сели, поехали по этим местам. Она их тоже и заинтересовала. Мы были в Германии, где сидел в тюрьмах. Мы были в белорусских лесах, где я ходил по тропам. Это когда вы писали книгу, вы поехали специально по этим местам. Да. Пошли, нашли друзей, партизан, командира нашли своего. Пронягина Павел Васильевич. То есть вы подняли всю жизнь, которая у вас была. Поднял. Для того, чтобы это рассказать кому-то, и чтобы это было кому-то интересно, вы нашли время и силы поднять всю эту жизнь. Время-то было, у меня ничего не делаешь. Время-то, пожалуйста, на развал. Ну, почему? Вы могли в это время, я не знаю, посидеть домино поиграть. Ну, да. Но лучше поехать здесь с женой, показать ей места. Вот здесь я был, здесь я воевал, здесь я страдал, здесь я в этой могиле лежал. Она была со мной в этой могиле. Отсюда и кости собрал. В Израиль привез, там могилу, там поставили памятник на этих костях. Понятно. Она начала со мной вместе переживать эту трагедию. Жену Людмила зовут, да? Людмила. И вот я, как бы, сейчас я покажу вам то, что перевернуло, как бы, вашу жизнь. Это литературный такой образ. Это книга, которую вы написали, и которая, в общем-то, и вам, наверное, в какой-то степени помогла себя почувствовать более уверенно и значимо на земле. И это изменило отношение детей? Не только детей. Вы понятия не имеете, сколько писем я получил от читателей, от молодежи. Можно книгу выпустить без комментариев, только отпечатать письма читателей. Люди начали интересоваться. Люди начали переживать. Мы начали приглашать в школу. Мы начали приглашать в Ядвашеф. Мы сейчас поговорим. Мы говорим о школах, все. Меня интересуют ваши дети. Ваши внуки. Мои дети, знаете, знают мои истории. Сейчас они меня просят. Знаешь, дедушка, приди к нам в класс. Расскажи всем остальным ребятам. Они что, прочитали вашу книгу? Да, конечно. Сейчас прочитали. Когда вот начали об этом говорить, письма пришли и начали говорить, и начали вспоминать. И особенно, когда фильм сделали, так они вообще... Сейчас мы поговорим о фильме. Просто у нас очень много звонков есть на линии, и люди ждут. Поэтому начнем хотя бы. Моня, Нью-Йорк. Пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос к вам, господин Танцер. Одну секундочку, Моня. Одну секундочку. Можно убрать звук вашего телевизора? Да, я убью, да. Вы ему не задали один вопрос. Сколько денег он получает от Евросоюза и от нескольких добивающих стран? Не он один. И перец, и белень. Хорошо. Вы этот вопрос должны были задать ему. Пожалуйста, мы еще задали вопрос. Большое спасибо. Я понимаю, что вас всех заинтересовал и взволновали интервью, которые были об Израиле. Но сейчас, я надеюсь, и те телезрители, которые у нас звонят и ждут своей очереди на телефоне, вы понимаете, господа. Сегодня у нас очень интересно еще... Я понимаю, как болезненно вы воспринимаете Израиль, поэтому передачи назывались «Не скучный Израиль». Но сегодня у нас контакт. Контакт между людьми, которые сегодня сидят в студии, очень интересные люди, с интересными судьбами и вами. Поэтому, пожалуйста, используйте этот контакт для разговора с молодым человеком, которому есть что рассказать и который имеет свое видение на взаимоотношения с дедушками, бабушками, с родителями. С нашим молодым человеком Яковом Шепетинским, который прошел интересную жизнь, а потом настолько интересно об этом рассказал своим детям, своей книге, что дети тоже заинтересовались. Что внуки стали, как он начал нам рассказывать, приглашать его в школу. Итак, вы решили сделать фильм на основании этой книги или что? Нет, это неправильно. Решили сделать журналисты, которые познакомились с книгой, с моей судьбой и пришли ко мне и сказали, нельзя этого оставить только на бумаге. Но для этого нужны, я прошу прощения, деньги и серьезные деньги. Так вот, деньги нужны. Мы, конечно, спонсоров не нашли, потому что тема эта, вы знаете, эта тема не пойдет. То есть вы ответили журналистам, что это все хорошо, но у нас нет денег на это? Нет денег. И кто был вашим главным спонсором? Моя спонсором была член моей семьи. То есть ваша семья решила вам помочь сделать этот фильм? И книгу издать, и фильм сделать. То есть практически все, что вы сделали, вы сделали больше своей части на свои деньги. Так точно. А можно нескромный вопрос? Сколько вы на это потратили денег? На это потратили вместе с поездками 60 тысяч евро. Это около 70 тысяч долларов. 70 тысяч долларов. Я понимаю, что все-таки вы эмигрант, репатриант, вы приехали в Израиль, правда, вы успели поработать. Ваша жена врач, тоже успели поработать. То есть у вас были какие-то сбережения. Но вы решили, что эти сбережения, эти деньги очень важно потратить, может быть, на память, на то, что даст возможность детям и внукам знать больше о вас? Это верно. Вы знаете, это не только память. Я не знаю, где моя мать лежит, я не знаю, где мой отец лежит, я не знаю, где мои братья лежат, кроме одного герца. Это как будто памятник на их могиле. То есть это как бы им памятник? Это как будто им памятник. Я обязан это сделать. Если я это не сделаю, кто сделает? Не я, то кто, если не сейчас, то когда. Понятно. У нас есть звонки, поэтому мы как бы стараемся. У нас сейчас линии Исаак. Исаак, Чикаго. Да, пожалуйста, Исаак, вы с нами в студии. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Очень внимательно, Исаак. Так вот, у меня лично к вам, Борис Пенсер, вопрос. Если, Исаак, если опять разговор об Израиле, то я прошу прощения, большое спасибо, но мы на этом закончим. Звоните, у нас будет специальная передача, связанная с Израилем, с интервью в Израиле, и мы тогда будем разговаривать об Израиле. А сейчас, скажи, Дэвид, если бы тебе попалась такая книга, если бы ты увидал такую книгу, ты бы прочитал ее? Ну, если я бы знал, о чем-то... Если бы тебе кто-то рассказал, что есть такая история, есть такая книга, тебе бы показалось это интересно, и ты бы ее посчитал, да? Да. А что-нибудь вообще на эту тему ты встречал, ты читал что-нибудь на тему Холокоста, на тему военной истории евреев и их судьбы? Сколько героев Советского Союза было среди евреев? Сколько было предателей среди евреев? Почему евреи ушли на смерть? Почему не шли на смерть? То есть, это все вопросы, которые всех волнуют. Ты читал об этом когда-нибудь? Да, я читал, конечно, и там... Это история, так мы учили в школе в основном, и показывали фильмы, я смотрел фильмы дома, об этом это... Я знаю много об этом. Яков, сейчас мы остановимся на маленький перерыв, а потом мы с вами поговорим о том, еврей это герой или слабак? Мы уходим с вами на минутный перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор Шепетинский Редактор субтитров А.Егорова 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 им показывает, объясняет. Они встречаются с нами, которые первым же объясняют им, что было. Что было действительно, что было. Что мы хотели воевать, что мы могли воевать. Другое дело, что нас не воспитывали к этому. У нас воспитывали детей, что оружие, это фу, это не наше дело. Это не еврейское дело. Нужно учиться профессию и понимать. А когда мы пошли в лес, партизаны не хотели с нами вместе воевать. Смеялись. Вы же помните, как говорили, может, или нет, считали, что мы стреляем с крылой винтовки. Почему? Потому что не хотим смотреть в глазу врага. Ташкентский фронт. Всякие были там шутки с нас. Так мы должны были доказать в бою, что мы тоже умели. Поэтому объясняется, что евреи после русских имеют самое большое количество героев Советского Союза в процентном отошении. Вы точно подметили. Мне кажется, это причина. Мы хотели доказать, что мы не хуже всех. Не смейте с нас. Мы тоже можем. Это было от отчаяния какого-то. Это было от отчаяния. Вот мой брат погиб, искал смерти, он хотел, потому что смеялись с нас. Какие вы вояки, ну какие вы вояки. Вы ходите, знаете, у вас как овец возят на... Как быдло, говорили. Возят на бой, а вы ничего, идете. Ну как им объяснить, что мы были связаны с семьями, что они могли бросить родителей, что нас обманывали, мы не знали, куда мы идем вообще-то. Они же все это дело украдут. Ну понятно. Когда нас везли на бой, нас объясняли, что везут нас в другое место. И бразильник. И люди готовы были согласиться, надеясь, что... А они куда денутся? Куда денутся? Скажите, ну вот сегодня вас приглашают куда-нибудь в школу. Да. Вы приходите в израильский класс, приходите к израильским ребятам. Как они слушают к вас? Что они знают вообще об истории, которая произошла с еврейским народом? Они знают эту историю сейчас. И они слушают, как вам сказать, чтобы так было наглядно, ушки на макушке. Я вам скажу почему. Они знают, что мы последние через 2-3-5 лет максимум не знают, сколько этих людей не будут. Мы не будем уже. Так они своим детям, своим внукам расскажут. Я такого человека видел лично, я его слышал. Для них это будет как будто чудо. Он пережил это, он воевал. Я его лично своими глазами видел, но скажет своим внукам. Так они стараются. Полный зал. Хорошо. Одну секундочку, Яков. У нас есть много звонков, поэтому надо хотя бы иногда отвечать. Борис Мэриленд, пожалуйста, вы с нами в студии. Мне погромче, пожалуйста, по телефону, потому что очень плохо слышно. Вас слышно очень хорошо, Борис. На удивление со многими другими. Доброе утро, господа. Здравствуйте. Доброе утро, Борис. Доброе утро, Яков. Я хочу прежде всего выразить огромную почесть человеку, которого вы пригласили. Я склоняю перед ним голову. Спасибо. Потому что этот человек является, на мой взгляд, примером мужества. Я бы сказал героизм. Потому что вынести то, не только он один, что эти люди, в том числе Яков, это достойно. Борис, сколько вам лет? Спросите, пожалуйста. Мне лет, мне лет немало, 65. 65. Да. То есть вы, как бы, войну не знаете? Нет, мы были эвакуированы, у нас воевал отец, мама с двумя детьми, мы были эвакуированы в Башкирию, вернулись в Москву в 43-м. Ну, вот так вот. Понятно. Ну, вы понимаете, то, что делает Яков, это благородное и святое дело. Потому что не может быть будущего без прошлого. То есть, если человек не знает своего прошлого, прошлого, своей страны, своей нации, то, я не знаю, этот человек очень обделен. Понимаете? И это правильно, что вот Яков написал книгу, которая откроет, может быть, глаза некоторому людям молодого поколения, таких как вот Дэвид и другим. На историю еврейского народа она была, с одной стороны, мучительной, я бы сказал, с другой стороны, благородной, и, в третьих, показывает пример, всему миру, как этот маленький народ имел столько мужества принести эти ад, я бы сказал, муки ада, и быть в то же время цивилизованным, культурным и достигшим больших результатов во всех областях науки. Хорошо. Большое спасибо, Борис. Большое спасибо. Спасибо. Дэвид, скажи, пожалуйста, как часто вообще к вам в школу приходит кто-либо, вот как Яков, вот такого как бы возраста, такого опыта, человек, который пережил там, холокост, прошел через многие жизненные испытания. Как часто вам в школе приходится встречаться с такими людьми? Ну, в другие школы вообще не приходили. Сейчас я два года уже учусь в моей школе, которые сейчас идут. Это в общем-то ты говоришь, хотя ты предупреждал меня, что твой русский язык не самый лучший, но у меня есть родственники, ребята, которые приехали в возрасте 5-6-7 лет, но они уже через 5-6-7 лет практически плохо говорят по-русски. Ты говоришь более-не-менее. Что? Как тебе удалось в общем-то сохранить или взять или научиться русскому языку? Откуда это у тебя? Ну, бабушка, как смогла, она со мной училась. Я, когда мама ходила на работу, я дома с ней сидел, так она со мной и она с тобой говорила по-русски. Читала стихи. Потому что другого ты не знаешь язык. Рики-тыки-тави. Понятно. А и ты говоришь, что в других школах никто не приходил. Да. Ты учился раньше в паблик-скул, обычных общеобразовательных школах американских и только последние 2 года, последний 10-11 класс ты вышел и учился. Я правильно понимаю, да? Да. То есть, в предыдущих классах, школах ничего такого не было. А приходили ветераны американской армии, которые воевали на фронте? Нет. Тоже не приходили. А евреи, которые как бы связаны были с Холокостом, американские евреи тоже не приходили. То есть, ребята ничего по-настоящему не знали. Или могли знать только коротко из каких-нибудь учебников истории, да? Не знали. Только из учебники и что учителя говорили. Это все. А как ты думаешь, если бы пришли люди и пришел вот такой человек, как Яков, и это было бы интересно, вот то, что он... Как-то... Тебе интересно, то, что он рассказывает? Да, интересно. Ну... Я понимаю, что я как бы... Я тебя не заставляю говорить «да», обязательно. Ты говоришь, как оно есть, на самом деле. Мне интересно это, я могу сказать. Ну, в моей школе, когда я не был в частной школе, паблик скул, большинство им бы не было интересно, я могу сказать. Даже если бы он говорил на нормальном английском? Да. Все равно это было бы неинтересно. Почему? Там вообще-то было много антисемизм. Когда я ходил в паблик скул, меня все время дразнили, они знали, что я еврей, так... Это... Ну, они просто... Холкос, это была шутка для них. Это просто они все время смеялись там. Да, показывали фильмы в классе, они все время смеялись, они видели, как евреев убивали. Им просто это безразлично все было. А в это время в классе не был учитель, который как бы корректировал настроение, скажем так. Был, но он просто успокаивал их. Ему тоже все равно было, как... Что они говорят. Он иногда говорил, ну, это была настоящая вещь, это случалось по-настоящему. Ну, им все равно было. Может быть, еще знаешь, какой эффект? Когда ты смотришь в кино, когда ты смотришь какую-то тетрализованную постановку, это немножко как бы за стенкой, за стеклянной стенкой от тебя. Это где-то существовало, но как бы в реальной жизни нет. А может быть, если бы в класс пришел человек, который непосредственно пережил и сказал, вот я был в могиле, вот произошло то-то-то, меня взяли, меня бросили, меня расстреляли, меня пуля не попала, мне чудом удалось, а в это время там лежали со мной убитые мои братья, сестры, мама, а я вылез из этой могилы. Может быть, это бы как-то воздействовало? Как ты считаешь? Это очень мало эффекта будет. То есть, они очень наглые. Ну что, невозможно переменить настроение? Возможно, маленький процент, очень маленький процент. Вот видишь, Яков в конечном итоге поменял отношения своих детей, они тоже не очень интересовались этим вопросом, но он нашел какой-то путь, вот вместе с женой они решили, и он написал книгу, сделали фильм, и это изменило отношения его детей, внуков и так далее. То есть, благодаря вот такой работе, которую проделал Яков, проделал своими силами, своим временем, своими деньгами, в общем-то, открылись глаза многим тем же израильтянам, которые до этого многое вещи даже тоже презирали. Я говорю, что 10 лет тому назад, 13 лет тому назад, когда я начинал свою жизнь в Израиле, мне приходилось сталкиваться в школе, и мне говорили, нет, те евреи, которые шли в яму, это не мы, мы израильтяне, мы совершенно другая нация, мы храбрые, мы люди из Библии, а те евреи, это какие-то другие. Но вот сейчас Яков рассказывает, что буквально годы изменили, потому что он написал книгу, потому что люди рассказывают, потому что созданы Яд Вашем, то есть, какие-то истории. А что же сделать в паблышку? Как ты считаешь? Я считаю, что им нужно постоянно слышать об этом, постоянно смотреть кино об этом, пианист, или вы смотрели пианист? Да, конечно. Такие сильные кино об этом, чтобы они поняли, как серьезно это, потому что это, как я сказал, это им шутка. Не евреи, но дети другие. Я был единственным евреем в моей классе, так они... Да, спасибо, Дэвид. Я думаю, что в последующем, в будущем передаче мы еще поговорим о взаимоотношении в классе и как складываются отношения между разными ребятами разных национальностей, разных культур в классе, в школе. Есть у меня такие планы, есть и люди, которые хотели бы рассказать. Кстати, если у кого-то есть очень интересные такие истории, которые могут открыть эту картину более объемно, то, пожалуйста, я уже говорил, вы можете обратиться на телевидение, непосредственно обратиться ко мне. Я... В следующий раз я подготовлю и адрес на веб-сайте, куда вы можете прислать и обратиться ко мне. И я обязательно ваши рассказы и вас с удовольствием приглашу на передачи. А сейчас я просто один телефонный звонок потому, что люди ждут и хотя бы иногда мы должны это делать. Итак, с нами в студии Хая Миннесота. Пожалуйста, Хая, добрый день. Здравствуйте. Так, одну секунду, я выключу. Да, сделайте громкость телевизора, сделайте тише. Спасибо за вашу передачу, но я хочу сказать о том, быть ли я в регионе. У меня, мой брат, в первый год войны попал в плен. И до последних дней почти был в плену. Я, я прошу прощения, но я не очень хорошо слышу вас. Чуть-чуть. Мой брат с первых дней войны был в плену у немцев. Да. Вообще он живет в Москве. И потом прошел, вы слышите меня? Да, сейчас слышу, нет, давайте попробуем еще немножко, если нет, то вам придется еще раз перезвонить, я прошу прощения. Плохо слышно? Да, не очень хорошо. Ну, очень жаль, потому что брат мой попал в плену рай, если вы знали такое место. Я, я прошу прощения, Хая, я вас очень попрошу, наберите еще раз, может быть, телефонная линия будет работать. Хорошо, вы знаете, что я вам лучше все об этом напишу. Хорошо, большое спасибо. И вы тогда все это передадите. Хорошо, большое спасибо, Хая. Потому что это написано в черной книге. Хорошо, большое спасибо. Яков, вы сделали фильм, вы написали книгу, естественно, вы сделали фильм, вы сейчас встречаетесь с молодыми людьми, но вы встречаетесь и с солдатами. Это вопрос, наверное, очень непростой в Израиле. Я скажу, что я имею в виду. Когда я жил в Израиле, я наблюдал ребят, которые, вот сейчас, они со мной в центре Израиля, они гуляют, они отдыхают, они расслаблены, они совершенно, как бы, наши еврейские ребята в демократической стране. Буквально через 2-3 часа они берут, переодевают форму, одевают ружье и отправляются служить. И зачастую им приходится служить в тех местах, где быть демократом, где быть слишком мягкотелым и с добрым сердцем нельзя. То есть, психологически получается такой, знаете, надлом. Один и тот же молодой человек должен быть где-то жестким, должен быть, может быть, не очень человечным, потому что надо выполнить задания и люди, которые стоят против тебя в газе, в каких-то шхеме или так далее, они, как бы, настроены к тебе враждебно и ты враждебный. И буквально через 2 часа ты опять снимаешь форму и ты опять в другой цивилизованной стране и ты опять должен сбросить с себя всю злость, всю негативность и ты опять должен быть очень добрым. Ну, каким-каким они есть, в общем-то, израильтяне в своей глубине? Они сами же говорят сабры внутри мягкие и теплые. Скажите, вот как вы видите израильского сегодня молодого человека? Это человек жесткий или и который умеет драться и будет драться или это человек мягкий? Ну, знаете, я не знаю мягкий или жесткий, но когда надо будет драться, он будет драться. А как вы поняли? как часто вам приходится стал бывать в солдатской среде, вот среди молодых этих солдат? Пойтись только четыре раза в месяц. Это что? Это потому, что вы написали книгу или есть какая-то организация, или есть какие-то контакты? Программа, программа, они должны знать, что было. Такой вводит в Ядвашем, они встречаются с свидетелями, которые пережили в Олокос, они встречают, они слышат лекции специалистов, которые знают этот период, они видят какие-то всякие фильмы, показатели с тех времен, это входит в программу обучения. Ну, вот видите, Дэвид только что рассказывает, Дэвид только что говорит, что эти ребята тоже смотрят фильмы, эти ребята тоже. Свидетелями, вы же сослушали Дэвида, вот ее сидели спокойно, а я нет, я волновался. Ну, я понимаю, потому что мне вспомнило, знаете что, что он сказал, рассказывает о Олокосе, они смеются, они радуются, они чаще. Вы с таким сталкивались? Я с таким у нас не сталкивался, я сталкивался там, когда был, жил еще в Советской Польше. Ну, это... Что мы говорили, да, да, мы говорили, что свет, нам мир не допустит, как же так допустит? Оказывается, все аплодировали, когда он убивал, что французы помогали, евреи спрятаться, нидерландцы тоже помогали. Но мы не будем сейчас касаться всей истории. Нет, нет, это уже похоже, понимаете, похоже, обведите внимание. Здесь мы живем, он сидит в школе, показывает фильм о страдании еврейства, они смеются. Почему? Почему они смеются? Я не понял, что они не евреи или не евреи? Нет, они не евреи. Смотрите, Яков, вот такой вопрос. Вот они не евреи. Но как же так сделать, чтобы эти люди, которые не евреи, которые, не важно, кто они, не важно, какой национальности, не важно, какой религиозной направленности, а вы что думаете, что все, которые иудеи, евреи, которые живут в Америке, все разделяют и понимают, и не улыбнутся? Одну секунду, я спрошу вначале Дэвида. Дэвида, скажи, пожалуйста, все еврейские ребята знают эту историю, относятся к ней с сочувствием и никогда не улыбнутся, или нет? В моей школе, я могу сказать, они никогда не улыбнутся, но в паблик-скот, конечно... Даже если это еврейский парнишка, он может улыбнуться? Да. То есть, просто как бы до него вся эта информация, до его сердца не дошла, то есть он не прочувствовал, это не стало частью его жизнью, и он не понимает, что это часть его истории, его семьи, его народа, вообще всего его, то, что... Откуда он пришел? Правильно я говорю? Он понимает, просто он мало знает об этой теме. Он мало знает. Они все, почти все в школе, они все мало знают. Слушайте, что он говорит, мало знает. Ничто, ничего не знает. Одну с минуту. Когда вы становитесь эмоциональными, мне сразу хочется вас успокоить и взять какой-нибудь, хотя бы один звонок для успокоения. Михаил Флоридо, пожалуйста, добрый день, вы с нами, Михаил. Добрый день. Да, здравствуйте. Вы слышите меня? Да, прекрасно вас слышите. Махните рукой. Махните рукой, я в аккаунт. Я прошел путь, я прошел путь, такой, как этот товарищ. Дело в том, что я был на фронте год, заслужился до командира батареи и воевал под Курском, под Харьковом, и я видел, как воевали евреи. Евреи были лучшие солдаты. И то, что на евреев говорят обратное, это так заведено. Вы можете посмотреть на наши ордена, которые, если получить герой Советского Союза, надо было делать в два раза больше, да, чем... Любой другой национальность. Другой национальность. Не понимаю. Я не понимаю, смотря на то, у меня есть ряд орденов за этот первый год, что не стремились так их давать. Скажите, как часто, Михаил... А, меня не слышно. Под Харьковом, под Харьковом, я был контужен, но я был до этого горд, за то, что я с моей батареей могли фашистов крепко пить. Под Курском, 6 танков моя батарея уничтожила и не пропустила этих гадов на моем маленьком участке. Хорошо. Под Харьковом, под Харьковом тоже евреев посылали, если еврей был командир, его посылали на ответственный участок. Меня поставили к какому-то мосту. Хорошо, Михаил, это очень интересная история. Я был ранен и попал в плен. Я был контужен. Попал я в плен и три года был в конституционных лагерях. И я видел, что фашистские гады сотворились с евреями. Михаил, большое спасибо. Все, большое спасибо, Михаил. Просто нам надо заканчивать передачу. Большое спасибо. Я уверен, что еще мы с вами поговорим. Я хочу сказать, что прежде всего извиниться перед теми телезрителями, которые звонят, которые сейчас на телефоне, но которые мы просто не успеем взять эти звонки, потому что у нас гость очень интересный. У нас оба гостя очень интересны. И мне кажется, разговор с ними настолько актуален, настолько интересен и настолько бесконечен, что мы просто с вами не можем успеть все. Мы не можем успеть услышать их, мы не можем поговорить с вами. Мы будем продолжать этот разговор, потому что я понял, он не только интересен, он актуален. То, что рассказал нам Дэвид, это настолько важно. И в этом направлении, наверное, очень много можно сделать. И это зависит от того, как это правильно делать. Вот Яков нашел свой путь. И я очень признателен. Большое спасибо, Яков, еще раз за то, что вы пришли сегодня в студию. Это как бы часть вашей жизни. Вы настолько молоды. Может быть, это помогает вам сохранить свою форму? И я очень признателен Дэвиду. Я понимаю, что сегодня школьный день, правда, уже конец учебного года. Но он тоже с удовольствием пришел в студию, чтобы искренне сказать, как он это видит. Поэтому я еще раз благодарю всех, которые приняли участие в этой передаче. Мы обязательно, обязательно вернемся к этой теме. Мы поговорим с людьми, которые непосредственно этим занимаются в Нью-Йорке. И я думаю, что у нас может быть очень интересный разговор. Мы будем приглашать, и мы будем об этом говорить. С вами был Борис Тенсор. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...